Сегодня 21 день января. На рубеже 19-20 веков индустрия развлечений в Самаре набирала обороты. Публика на ура воспринимала синематограф, театральные и цирковые представления. И нередко в городе губернии гастролировали и известные иллюзионисты. А 21 января 1898 года в цирке-театре Федосеевского дано первое большое представление искусного фокусника Роберта Ленца в программе «Чудеса заколдованного мира». Фокусы Ленца отличались изяществом и разнообразием. Такое резюме предоставила своим читателям Самарская газета. А в 1919 году на повестку дня встали вопросы образования. 21 января того года декретом Совнаркома РСФСР было учреждено несколько государственных университетов, в том числе и Самарский. Поначалу было открыто пять факультетов – физико-математический, историко-филологический, медицинский, агрономический и рабочий. Учебному процессу помогали три научно-исследовательских института, 16 клиник, 15 лабораторий, обсерватория и большая библиотека. Ровно 35 лет назад, 21 января 1981 года, на Волжском автозаводе проведены первые испытания нового робота грузоподъемностью 15 килограмм. Устройство рекомендовано к серийному производству. Роботы заняли заметное место в продукции с маркой ВАЗа. Только в прошедшем году изготовлено 600 механических рук. Об этом немедленно сообщила своим читателям областная газета «Волжская коммуна». 21 января весь мир отмечает один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Согласно традиции, в этот день можно обнимать даже незнакомцев. Поговаривают, что придумали данный праздник студенты, чтобы обнимать кого захочется. Тем более, что это не только приятно, но и полезно, так как во время дружеских объятий люди обмениваются положительной энергией, повышают иммунитет и укрепляют центральную нервную систему. А ученые гипотезу о пользе объятий подтвердили и выяснили, что для полного счастья каждый должен обниматься по крайней мере восемь раз в день. В один день 21 января в разные годы, а порой и столетия, появились на свет великий французский кутюрье Кристиан Диор, знаменитый хореограф, балетмейстер, педагог, народный артист СССР Игорь Моисеев, знаменитый испанский оперный певец и дирижер Пласида Доминго, актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Харатьян, а также популярная российская театральная и киноактриса Светлана Хоченкова и другие популярные люди. С именинами сегодня поздравьте обладательниц редкого красивого имени Всех Василис. А по народному календарю 21 января Емелин день или Емельян Дивний. В этот день в народе принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарки – брусок мыла и полотенца. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать полотенцем. Кроме того, в эту пору существовал прекрасный обычай рассказывать сказки, небылицы и интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка – милей Емеля «Твоя неделя». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако наши предки подмечали направление ветра. Считали, что если дует с юга, значит лето будет богатым нагрозы. Мы рассказали вам лишь о некоторых интересных событиях, случившихся в 21 день января. Отличного вам настроения и удачи в делах!